Продолжение следует... Клуб инициирован тремя организациями. Сибирским центром поддержки общественных инициатив, компанией «Процесс-консалтинг» и группой некоммерческих организаций «Гаранты». Я с удовольствием передаю слово ведущему нашего сегодняшнего заседания Владимиру Балакиреву, компанией «Процесс-консалтинг». Володь, пожалуйста. Надо звук включить, чтобы у тебя было слышно. А то мы так старались, чтобы шума не было, что решили не включаться. Добрый день, коллеги. Добрый вечер, доброе утро. У кого как там. У нас такая встреча опять получается международная. Люди из разных стран, из разных часовых поясов. И, ну, надеюсь, всем более-менее комфортно сейчас принимать участие. Да, действительно, мы открываем второе заседание нашего клуба. И тема сегодняшнего заседания – оценка стратегий. И мы решили построить эту встречу таким образом. У нас будет выступление теоретическое, которое Алексей Кузьмин будет проводить. И параллельно у нас в гостях два специальных гостя сегодня. Джамиля Асанова, директор… О которых я скажу, можно? Да, хорошо, ты скажешь. Спасибо, да. А то я готовился, а ты мне не даешь их представить, Володь. Я тут в низком старте. Коллеги, добрый день или добрый вечер. Секунду, я просто скажу, как у нас будет проходить-то все. То есть у нас будет теоретическое выбрасывание идти, и у нас будет два эксперта, которые будут сегодня такую активную роль принимать. И, естественно, мы готовы отвечать на вопросы ваши. Задавайте их в чате. Будем это делать по ходу, если это будет необходимость. Ну, а также оставим время. Я половинку. Я половинку. Я половинку. Всего полтора часа у нас. Володь, микрофон выключился. Володь, у тебя выключен, звук был на последнем предложении. Ну, я случайно задел. Я просил просто выключить микрофон и всех, чтобы не мешать. И сам выключил заодно. Чтобы не было слышно. Ну, еще раз понятно, да, что у нас будет возможность. У нас есть полтора часа. Возможность по ходу задавать какие-то вопросы. И будет часть такая на дискуссии отведена в конце. Вроде все. Я передаю. Хорошо, спасибо. Спасибо, Володь. Коллеги, мне очень приятно представить сегодня наших специальных гостей клуба. И я хотел бы прям особую благодарность им выразить обоим. Это Джамиля Асанова. Она директор Ассоциации развития гражданского общества. Сокращенно ОРГО называется организацией. Казахстан. И Анатолий Заболотный. Его должность перед вами тоже на слайде. Он глава секретариата Украинской сети за права ребенка. Мы очень давно знакомы с Джамилей, с Анатолием. И я хочу вам сказать, что нам, конечно, всем очень повезло. Потому что эти два человека, они, ну, наверное, на просторах нашего региона одни из самых опытных и очень профессиональные менеджеры некоммерческих организаций. Много лет работают в некоммерческом секторе. Анатолий возглавлял в свое время Сибирский центр поддержки общественных инициатив. Потом руководил одним из крупнейших частных фондов в Украине. Сейчас вот у него новая позиция. А Джамиля была, стояла у истоков этой ассоциации развития гражданского общества. И по сей день возглавляет эту организацию ОРГО. Поэтому, Джамиле, Анатолий, большое спасибо, что согласились так активно включиться. И сегодня нам помочь с обсуждением такой темы интересной. Пока подключаются еще у нас участники, мы хотели всех пригласить сразу же для разминки заполнить анкету. Чтобы ее заполнить, нужно перейти по ссылочке в чате, которая сейчас появится. И вам нужно будет эту анкету заполнить. Там всего один вопрос, который перед вами. Мы хотели просто это для дальнейшего обсуждения. Нам пригодится статистика по нашей группе. Считаете ли вы, что в вашей организации есть стратегии? И, соответственно, три варианта ответа. Да, вы так считаете, или вы так не считаете, или вы затрудняетесь ответить. Нам это пригодится в дальнейшем обсуждении. Володя. Пока вы отличаетесь на вопрос, я хотел нашим гостям задать. Вопрос такой же. А есть ли в ваших организациях стратегии? Джамиля и Алексей. Мне кажется, Анатолий второй у нас. Анатолий, да, я встежен. Володя, а ты с кого-то начни тогда из них. Ну, я не знаю. Может быть, для начала кто-то выберет, кто готов. Давайте я коротко скажу. Да, Анатолий, хорошо. Я вот согласен с комментарием от Светланы, что мало вариантов, потому что у нас стратегия, вне всяких сомнений, есть. Мы потратили большое количество времени для того, чтобы ее принять в прошлом году, на 21-23 годы. Но она сформулирована на уровне целей, задач, позиционирования, видения. И, скажем так, не расшифрована до уровня, до плана действий. И, в принципе, это сознательный выбор, потому что она не расшифрована по всем направлениям. И я думаю, что в ходе обсуждения вот это, может быть, всплывет почему. Ответ на вопрос. Жамиля. Да, добрый день. Во-первых, я хотела всех поприветствовать, коллег и друзей, с которыми мы давно знакомы, занимаемся оценкой, много организовывали совместных международных мероприятий. И очень приятно поздравляю, во-первых, про оценку клуб за то, что вы создали такую инициативу, три организации. И, на самом деле, очень приятно присоединиться онлайн, да. Я надеюсь, когда-нибудь мы сможем встретиться, увидеться и сможем заседание клуба сделать тоже. Ну, я, во-первых, хочу сказать о том, что, да, у нас есть стратегия, и она уже в третий раз принимается. Стратегия в 2016 году была принята до 2021 года, и в настоящее время мы в активном поиске думаем над тем, каким образом дальше нам двигаться и как, в общем-то, развивать нашу организацию. Вот, но в связи с тем, что эта стратегия завершается, я думаю, вопрос как раз оценки стратегии, он очень актуальный для нас и для нашей организации. Спасибо. Спасибо. Алексей, можно продолжать? Володя, там пишут, что ссылка не открывается, это первое. Во-вторых, вот у нас человек поднял руку, Оксана Самойлова. Там два человека ответили, что нет, не открывается. Ну, я ничего не могу сделать, тут надо это настроить. Оксана, вы хотели что-то добавить? Может быть, случайно? Да, извините. Хорошо. Тогда мы движемся дальше, уважаемые коллеги, и я на самом деле не собирался каких-то особых теоретических больших вступлений делать. Сейчас у нас сегодня главные – это наши два уважаемых специальных гостя. Я просто пару слов хотел сказать, предваряя наш разговор, что, наверное, будет правильно нам сегодня иметь в виду, что стратегия – это не просто и не только план действий. Как сказал Минсберг в свое время, известный гуру в области стратегического менеджмента, конечно, стратегия правильно понимать как план и как дорогу из настоящего в будущее. Но есть еще несколько характеристик того, что есть стратегии, относящихся к природе, стратегии по Минсбергу. Это позиция, то есть как мы себя позиционируем, где будут ожидаемые результаты, где именно мы планируем оказать влияние и что-то изменить. Далее – перспектива. Это своего рода теория нашего дела, как мы это делаем, каким образом те действия, которые мы совершаем, приводят к ожидаемым, желаемым результатам. Дальше есть принципы поведения, которые из нашего прошлого опыта, успешного и неуспешного, как уроки, извлекаются и также ложатся в основу наших действий. И это тоже одна из ипостасей стратегии. И, наконец, некоторый прием, который мы используем для того, чтобы показать свою уникальность, показать свои преимущества по сравнению с другими. И это такое общее предварительное соображение, просто чтобы у нас дискуссия шла в разных измерениях. И мы сейчас перейдем к обсуждению первого вопроса, что такое оценка стратегии. Почему мы его поставили первым? Нам, конечно, нужно какое-то рабочее определение для того, чтобы самим как-то договориться на период заседания нашего клуба хотя бы, что мы понимаем под оценкой стратегии. И у нас есть предложение, и, наверное, я сейчас его озвучу, что можно было бы называть оценкой стратегии. И, наверное, хотел бы сразу же обратиться к нашим специальным гостям, как они считают, насколько такое рабочее определение годится, на что надо обратить внимание. Итак, известные нам все определения оценка программы. Мы берем определение Майкла Пэттона, известное, опубликованное многократно и популярное, что оценка программы – это систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, о ее характеристиках и результатах. И этот сбор информации проводится для того, чтобы вынести суждение о программе, повысить ее эффективность или разработать планы на будущее. Пэттон также сказал, что очень важно, чтобы оценка, если мы хотим, чтобы оценка была полезна, а мы, конечно, этого хотим, то она должна проводиться для заранее определенных пользователей и заранее определенными целями. Мы предлагаем в качестве рабочего определения понятия оценка стратегии НКО следующее, основанное на том, что предложил Майкл Пэттон. Оценка стратегии НКО – это систематический сбор и последующий анализ информации о стратегии НКО и ее эволюции, а также о ходе результатов ее реализации. И сбор и анализ информации эти предназначены для вынесения суждения о том, насколько результативна стратегия, для принятия решения о необходимости ее корректировки или для разработки новой стратегии. И, соответственно, мы добавляем, что оценка стратегии НКО проводится для заранее определенных пользователей. И вот здесь нам важно, конечно, сказать, что это, конечно, должны быть лица, которые принимают стратегические решения в специальной литературе, их так и называют стратегии в организации. И они могут занимать разные позиции, но это важно, что люди, которые участвуют в принятии стратегических решений. Вот такое рабочее определение. Что наши уважаемые специальные гости думают об этом определении? Пойдет как рабочее на сегодня? Жамиля Анатолий. Да, благодарю, Алексей. Взяли то, что за основу, в общем-то, оценка проектов программ более близкая к нам. И мне кажется, здесь очень важно понимать, что стратегия для некоммерческой организации – это все-таки вектор туда, куда мы стремимся, чем мы собираемся заниматься, как бы намерение. И в большей степени она нужна для своих организаций. И я, конечно, соглашусь с тем, что оценка стратегии проводится для заранее определенных пользователей лиц. И в нашей организации есть, скажем, такая практика на ежегодной основе. То есть, если стратегия на пять лет разрабатывается, то на ежегодной основе мы проводим собрание членов правления, где исполнительный директор рассказывает о том, какие достижения в том числе в части реализации стратегии были сделаны. Спасибо. То есть, такое рабочее определение пойдет, да, Джамиля? Да, красивое. Спасибо. Я соглашусь, что да. У меня только есть сомнения по поводу последнего абзаца для заранее определенных пользователей лиц, принимающих стратегические решения. Ну, если мы берем большие очень организации, например, то там, мне кажется, уровень людей, принимающих стратегические решения, это уровень учредителей и уровень, может быть, совета директоров, борда и уровень топ-менеджмента. И вот тут есть такой момент, что у этих групп могут быть разные интересы и в случае вынесения оценки могут быть противоречия или проведения оценки тут могут быть противоречия или могут какие-то группы не учитываться. А в бизнесе это явление очень хорошо изучено, насколько я понимаю, и там вот противоречия между владельцами и топ-менеджерами, это просто отдельная тема и очень сильно обсуждается. Вот я уверен, что в некоммерческом секторе в случае очень больших организаций это тоже существует. Ну, представим себе просто, у меня есть примеры, например, я не знаю, удастся привезти его или нет, когда очень большая международная организация, штаб-квартира сидит где-нибудь в Вашингтоне, Нью-Йорке или где-то еще, вот, и есть локальные офисы. Вот кто выступает в данном случае заказчиком оценки и насколько она качественна будет, это большой вопрос. Спасибо, Анатолий. Ну, есть в каком направлении подумать. Отлично. Ну, то есть, получается, по словам Анатолия, что на самом деле вот эта ориентация на заранее заданного пользователя, да, это подход, который предложил Патон, в случае стратегии представляет сложным реализовывать. Я так понял. Ну, сложнее реализовывать, сложнее найти или как бы больше противоречий, нежели в ситуации проекта или программы. Да, давайте вот предметный, конкретный пример, да, допустим. Тут у стратегии же существует еще одна вещь. Часто бывает так, что декларируется одна стратегия, да, а исполнение бывает немножко другое. То есть, вот, в моей практике, там, большая международная организация и стратегический подход, который они сейчас используют, это такой result-based management. Вот. Но в организации нет такого. И понятно, что это идет сверху от штаб-квартиры, люди пытаются такую стратегию внедрить на уровне всех локальных офисов. Вот. И вот тут мне трудно представить, а реально организация не является result-based, она ориентированная, процесс-ориентированная такая, на сегодняшний день, по крайней мере, пиар-ориентированная. Вот. И мне трудно представить, кто был бы драйвером такое проведение, такой оценки заранее сформулированной. И даже если там, скажем, драйвер – это штаб-квартира, которая хочет это внедрять, ну, вот, это надо проверять все на локальном уровне, чтобы реализовать эту стратегию, там, куча факторов, которые влияют на нее, вот. И тут могут быть, ну, определенные затруднения, на мой взгляд. Спасибо, Анатолий. Я думаю, что мы легко можем тогда сказать, что мы сейчас это как рабочее определение примем, хотя бы первая часть. А то, что касается второй части, у нас будет возможность еще об этом сегодня поговорить более подробно. Я тогда перейду к следующему вопросу. Можно, да, Володя? Наверное, можно. Вопрос следующий такой. Почему об оценке стратегии пишут и говорят намного меньше, чем об оценке программы проектов? И мы его адресуем тоже сначала нашим специальным гостям, а потом, наверное, можно как-то небольшое обсуждение все вместе сделать. Я хотел предварить обсуждение следующей информации, уважаемые коллеги. Вот если мы в англоязычном гугле, да, зададим strategy evaluation, что переводится как оценка стратегии, мы получаем 316 тысяч результатов примерно. Если же мы задаем project evaluation, что переводится как оценка проекта, мы получаем 3600 тысяч результатов. Это в 12 раз больше. Если мы напишем program evaluation, что чаще используется в английском, мы получим более 7 миллионов ссылок. То есть, на самом деле, вот в английском сегменте намного больше текстов, включающих термин project или program evaluation, чем strategy evaluation. В русском сегменте интернета оценка стратегии получается 23 тысячи, 24 без малого результатов, а оценка проекта 183 тысячи, то есть мы где-то здесь 8 раз тоже больше имеем упоминаний. То есть, это одно из подтверждений того, что действительно пишут намного больше и говорят намного больше об оценке программы проектов. Володя. Давайте вернем этот вопрос нашим экспертом. Почему так? С вашей точки зрения. Мне кажется, две причины. Но хотелось бы зал, конечно, послушать, подключить. Первое, это потому что в общественных организациях значительно меньше, проектов значительно больше, чем формализованных стратегий. При этом я считаю, что стратегия у организации есть всегда. Часто просто она не вербализируется, либо не формализуется. И второй момент. Дело в том, что если делаешь оценку проекта, это одна история. А когда делаешь оценку стратегии, то тут очень значительно... И в проекте уже существует сложность доказать причинно-следственную связь. То, что мы это делали, и мы получили такой результат, то в стратегии, мне кажется, столько факторов участвует на уровне людей, которые ее исполняют, на уровне внешнего контекста. Я считаю, что причинно-следственную связь еще сложнее оценить, и, соответственно, может быть, некоторые даже просто и не пытаются. Жемеля? Я бы сказала, наверное, немножко еще о другом, что в первую очередь стратегию... Я бы, наверное, здесь поспорила в том смысле, что стратегия практически есть у всех некоммерческих организаций. Скорее всего, ну, учитывая то, как мы работаем, будучи в организации в целом, в своей стране и в Центральной Азии, и занимаемся развитием потенциала, да, как правило, стратегии не у всех организаций не присутствуют, особенно те, которые, возможно, в начале пути, потому что в большей степени проектно ориентированы, да. Может быть, в связи с этим и связана именно Project Evaluation. Первый, все-таки, конечно, стратегия, она включает в себя множество проектов, программ, которые, в свою очередь, ориентированы на реализацию деятельности непосредственно. И там больше индикаторов, больше стейк-колдеров, больше тех людей, которые благополучатели, да, как бы я думаю, поэтому, наверное, в связи с этим связано, что оцениваются проекты больше и чаще, чем сами стратегии. Спасибо. С удовольствием послушаю тоже участников. Татьяна Фомина озвучила тоже в чате, что, ну, одна из причин, не у всех организаций есть стратегия, даже у коммерческих она написала, но стратегия НКО – это вообще, по ее мнению, редкая вещь, потому что только у стабильных и достаточно устойчивых организаций, поскольку большинство НКО не очень стабильные и не очень устойчивые, да. Но вот здесь, с моей точки зрения, у Татьяны еще такое спорное замечание, у НКО скорее всех есть миссия, а не стратегия. И тут вопрос встает о том, а что мы понимаем под стратегией? Ну, потому что, с моей точки зрения, миссия – это важный элемент стратегии, то есть, если она сформулирована, то она уже есть. Еще, пожалуйста, коллеги, кто-то хочет прокомментировать? Ну, мне кажется, что… Ну, да, я. Калена. Мне кажется, что есть смысл и в Турином высказывании, и в том, что говорит Джамиля. Ну, просто мало пишут про оценку стратегии, именно потому что это нужно самой организации. Вот. А все-таки оценку проекта, программ часто очень требует донор, донорское сообщество, или, ну, как бы, в принципе, какие-то подходы, которые связаны, ну, с каким-то финансированием, да. Вот. А все-таки оценку стратегии – это, фактически, нужно только самой организации, чтобы понять, правильно ли она движется, и реализует ли она эту стратегию, помогает она ей, в общем, достигать определенных результатов той же миссии, там, или видения, или там еще что-то. То есть, это внутренний дел, да? Да, поэтому, мне кажется… Да, это раз, а второе… Чисто внутренний дел. А второе, ну, может быть, это тоже, люди даже, может быть, не осознают, что они занимаются, ну, частично, то есть, все, как бы, представляют, что оценка – это должно быть такое, что-то, вот, надо начать, сделать что-то, прям, ну, какой-то целый комплекс мероприятий. Ну, очень часто, анализируя, в принципе, какие-то действия самой организации, она все равно понимает, там, срабатывает ее стратегия или нет. Ну, как мне кажется. Ну, вот, Юлия Богданова еще об одной сложности пишет, что стратегия очень часто зависит от каких-то внешних факторов, то есть, она не такая устойчивая, как проект, да, как бы, мы берем обязательства за реализацию проекта, это довольно жесткая вещь. Стратегия может быть, может очень сильно быть подверженной, да, изменениям, в этом смысле оценка может быть более сложной, например, ну, или невозможной с точки зрения. Ну, вот, Татьяна еще делает комментарии Пескишева, что оценка стратегии, оценка качества деятельности одно и то же. Вернее, она задает вопрос, одно или то же это или нет. Оценка стратегии, оценка качества деятельности организации. Ну, похоже, нет. Не знаю, мне кажется, надо у специалистов по оценке спросить. А что мы понимаем под оценкой качества деятельности? Я, честно говоря, такое... Можно я пример приведу в отношении одного момента? И у каждой организации есть стратегия? И затрону вопрос качества, может быть, в этом плане. Вот, когда я пришел в Сибирский центр еще очень много лет назад, я пытаюсь вспомнить, какая у нас была стратегия. И мне кажется, Лена, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, у нас не было формализованной стратегии действий. Но наш подход был следующий. Это был абсолютно стратегический подход, даже если это не было формализовано. Существовало там несколько направлений ключевых. Это профессионализм НКО. И Сибирский центр поддержки общественных инициатив занимался развитием некоммерческого сектора в Сибири. Это было профессиональное развитие самих НКО. Развитие добровольчества как огромного ресурса для некоммерческого сектора. Развитие местной благотворительности. И еще там пару, например, направлений. И наша стратегия была очень простая. Нужно было как можно экспериментировать и делать что-то очень важное для клиентов, что могло оказать влияние на развитие. И как можно качественнее это делать. Вот тут контроль качества был очень важный момент. То есть если ты делаешь это хорошо, и те времена были такие, что это вот как, знаете, как я говорю, что чернозем, палку воткни, и все вырастет очень хорошо. Главное поливать вовремя и следить за этим. И эта стратегия давала бешеный успех. Бешеный реально успех. Она не была формализована. Она там больше того, как в какой-то момент, когда мы начали пытаться переделать стратегию, начали попытались переделать миссию, не получилось в организации. Эта организация была настолько консервативна, что говорила, нет, эти изменения сейчас не нужны, не своевременны. И все, за чем нужно было следить, это действительно за качественным исполнением и за ориентацией результатов на интересы благополучателей. И давала огромнейший эффект. Сейчас, наверное, такая стратегия. Мы уже в те времена, в конце уже периода, когда я работал, мы начали чувствовать, что она уже не даст эффекта. Там нужно было более стратегический подход с точки зрения выбора правильных программ и действий. Вот пример незадекларированной стратегии, которая точно существовала. И в этом плане, кстати говоря, часто проблема еще в оценке стратегии заключается в том, как мне кажется, что ты можешь ретроспективно посмотреть и потом сказать, какая у тебя была на самом деле стратегия. Ну, это мое такое ощущение. По крайней мере, я для себя разбирал несколько примеров, готовясь к этому обсуждению. И я обнаружил такой феномен, что декларированная стратегия, например, не всегда совпадает с тем, что реализуется и так далее. И перспективно, посмотрев назад, ты можешь уже как-то более точно все это определить, какая стратегия у тебя была. Получается, что ответ на этот вопрос, он такой многофакторный. То есть есть какое-то количество факторов, почему об оценке стратегии пишут и говорят намного меньше. Начиная с того, что иногда сама стратегия не очень, вообще ее нету или она не формализована. Тут можно спорить, всегда ли она есть. Это с одной стороны. С другой стороны, что мы понимаем под оценкой стратегии, плюс вот эта изменчивость, влияние контекста и очень важная вот эта мотивация о том, что, а кому нужно оценивать стратегию. Это дело внутреннее и в меньшей степени необходимое каким-то внешним стейкхолдерам. Получается какое-то такое сочетание факторов, почему об оценке стратегии говорят меньше. Я бы хотел про качество добавить. Можно, Володь? Да, да, да. Там был вопрос, одно и то же это оценка качества деятельности, оценка стратегии. Я думаю, конечно, не одно и то же, потому что в таком случае, если мы скажем одно и то же, тогда мы должны сказать, что качество деятельности – это то же самое, что стратегия. А это не одно и то же, конечно. И с другой стороны, конечно, оценка стратегии может вполне и в большинстве случаев подразумевает каким-то образом оценку качества деятельности. Мне кажется, что так. Коллеги, Володь, там от Юлии Богдановой есть вопрос. Да, я вижу, я вижу. Надо, может быть, вернуться к тем слайдам, чтобы, может быть, люди подключились позже и они наше определение не запомнили, что мы не понимаем под оценкой стратегии. А сейчас, может быть, Оксана, Оксане дадим слово, да, она руку подняла. Оксан, пожалуйста. Да, да, спасибо. Да, я немножечко хотела развить тему, Еленой Павловной поднятую, про то, что оценка стратегии – это инициатива самой организации. И в этой связи мне очень понравилось исследование, которое опубликовано в дайджесте Evolution and Philanthropy за декабрь месяц. Отчетность по социальному воздействию и сотрудники НКО. Значит, Джулия Морли, доцент кафедры бухгалтерского учета Лондонской школы экономики, выдвигает гипотезу о том, что на самом деле многие некоммерческие организации вынуждены в своих внешних коммуникациях переходить на язык, более характерный для бизнеса, для некоммерческого сектора. И делают они это потому, что есть необходимость обосновывать полезность и результативность деятельности благотворительных организаций, которые от этого бизнеса получают финансирование. Джулия провела небольшое исследование, но у нее совершенно прелестные эмоциональные выводы, которые могут пояснить одним аргументом для пояснения. Результаты можно суммировать следующим образом. Первое. Требование предоставить сведения или даже целый отчет в концепции и терминах доказанного социального воздействия исходит от мира социальных инвестиций. И оно вызывает определенного рода стресс, напряжение и внутреннюю диссоциацию сотрудников благотворительных организаций, которые не только этой терминологией не владеют, но она глубоко чуждая и не свойственна. Сотрудники НКО чаще всего работают в этих организациях в силу своих убеждений и представления о своем предназначении в обществе. Их выбор организации совершенно не случайен, и поэтому перемена тональности и стилистики во внешних коммуникациях этой организации, а именно переход с эмоциональных сообщений, личных историй на сухой язык и изобилие количественных данных, переживается ими как определенный разрыв с первоначальным пониманием смыслов, моральных ценностей, социального служения и тому подобное. Другими словами, эти политические в скобках изменения влияют на самоидентификацию сотрудников и делают это не в самом позитивном ключе, в частности, демотивируют их. Мне представляется, что эти результаты исследования отражают в значительной степени ощущение сотрудников НКО, когда им говорят, что нам надо провести оценку. А уж если эта оценка не вынужденная, не лежит в проекте, мы не обязаны это сделать, а это должно быть нашей собственной инициативой, то тут уже тормоз достаточно существенный. Спасибо. Да, спасибо. Может, дальше двигаться будем? Да, давайте. У нас несколько вопросов. Я просто хотел зафиксировать, что тема, включая даже определение, что мы понимаем под стратегией, вот Юля Богдановна написала, а что мы имеем в виду, когда мы говорим под оценкой стратегии, ответ на вопрос, почему об оценке пишут меньше, заключается в каком-то многообразии факторов и причин. Я бы вот это зафиксировал. Да, Леш, пожалуйста. Передаю слово. Спасибо, да. Следующий вопрос, который мы хотели предложить к обсуждению, на самом деле его уже затронули сейчас и эксперты наши, и участники сегодняшней встречи. В чем сходство и отличие стратегии организации как объекта оценки от программы или проекта? И я бы вот для начала хотел бы в развитии того, что Анатолий сказал, сослаться на еще одну модель, известную Минсберга. Анатолий сказал, что оценить стратегию, понять, какая была стратегия, можно только в ретроспективе. Ну вот Минсберг о чем говорит, и это особенность, конечно же, стратегии как объекта оценки, что мы намечаем некую стратегию, но никогда стратегия не реализуется в соответствии с планом. Всегда есть элемент стратегии, который оказывается нереализованным. И в то же время по ходу реализации в реальной жизни всегда появляется по ходу какая-то новая составляющая в стратегии, которую мы раньше даже не предполагали. Поэтому реализованные стратегии включают частично то, что мы планировали, и частично то, что по ходу у нас возникло. И именно поэтому, как я понимаю, вот Анатолий, например, сказал, что в ретроспективе только можно оценить. Вот мне кажется, это, конечно, одна из особенностей стратегии как объекта оценки. Может быть, еще какие-то наши гости назовут. Может, Джамиль начнет? Ну, конечно, с точки зрения реализации, я бы сказала, и на этапе, когда стратегия формируется, тоже есть смысл, конечно, ее оценить, насколько она реализуемая и реалистична. Потому что зачастую некоммерческие организации могут придумать видение себе, куда они собираются двигаться, как работать в течение ближайших пяти лет. Да, им все это нравится. Но мне кажется, вот на этом этапе, конечно, нужно посоветоваться с теми, кто мог бы принять участие, либо заинтересован в том, чтобы организация развивалась. Да, стратегия, она развивается для самой организации. Но с точки зрения именно ретроспективно можно было бы оценить и посмотреть, что исполняется, что нет. Например, у нас мы когда делали оценку, оно как-то интуитивно. Мы говорим, да, примерно 75 или 80 процентов нашей стратегии там реализовалось или не реализовалось, то почему. То есть, конечно, когда мы приступаем к реализации следующих планов, то мы делаем какой-то замер, что получилось, что не получилось и почему. Поэтому вот именно с точки зрения оценки будущей стратегии, так же ровно, как и той, которая реализовалась, мне кажется, они равномерно одинаковые. И несмотря на то, что я все-таки вот этого тезиса придерживаюсь, что стратегия, она больше нужна для, собственно, самой организации, да. Но в этой связи, конечно, важно привлекать, приглашать консультантов внешне для того, чтобы посмотрели на стратегию. Спасибо. Мне кажется, у Джамиля важная тема прозвучала, я не знаю, вот Анатолий может подтвердить или нет, что стратегия на самом деле не всегда, конечно, существует на бумаге. И часто она существует на уровне интуиции и ощущений людей. Она может быть неформализована, но все равно она есть. Видимо, вот Анатолий это имел в виду, когда говорил, что стратегии у всех есть? Анатолий? Да, я это имел в виду. И это тоже особенность, да, получается, если мы имеем объект оценки, который существует где-то в интуиции человека, то, конечно, это оценивать не так легко, да? Да, да. Ну, тут еще важный момент я бы добавил. Это все-таки, ну, базовый момент. Вот если вспомнить вот эту вот 5П модель, которая от Минсберга, я ее видел еще в предыдущем издании. Вот у нее есть книжка «10 школ стратегических», очень, кстати, хорошая книжка, такая интересная, по бизнесу, правда, но хорошая. И они же, они противоречат, вот эти все 5 подходов, они не являются, они противоречат друг другу. И в разных школах там упор на разные подходы. И тут тоже может быть проблема в том, что одни люди представляют это как план действий, вот, а другие как больше как вектор, как Джамиля сказала. И мне, например, вектор более нравится, чем план. Может быть, меньше мне нравятся там подходы или какие-то вот накопленные опыты, которые мы транслируем в будущее. Вот, но это тоже очень интересный подход, гораздо более интереснее, чем план, на мой взгляд. И вот здесь расхождение может быть. Ну и многофакторность. Стратегия, реализация стратегии бешено зависит от очень многих факторов внешнего контекста, еще раз скажу, от его изменений. Вот, поэтому предсказателей будущего на самом деле не существует. Те методы, которые используются для написания стратегии, когда думают, что на 3 дня, если собрать 20 человек или 10 человек, то они станут гораздо лучшими предсказателями, тоже неправда, на мой взгляд. Вот, поэтому правильная стратегия, это скорее такой высший пилотаж стратегический. Это построить так свой вектор движения, который будет очень, очень чувствителен к тому, как все изменяется. Это постоянная оценка должна происходить. То есть, это практически уже, ну не то, что операционное действие, такое стратегическое управление больше, чем даже стратегическое, чем оценка стратегии, я бы сказал. Ну, такие соображения. Анатолий, а правильно будет сказать, что вот с учетом того, что есть очень много разных подходов к формированию стратегии, много разных форматов описания стратегии, разных пониманий, то в сравнении с проектом получается, что особенность стратегии, как объекта оценки такая, что вот мы, если идем оценивать проект, то можно более-менее предсказать, что мы там увидим. А когда мы идем оценивать стратегии, то на самом деле предсказать довольно тяжело. Очень разные вещи могут там оказаться в качестве объекта до оценки и как он описан. Там стандартизовано, где проект и программа, а здесь гораздо меньше консенсуса относительно того, как это должно выглядеть. Да, абсолютно соглашусь. Я что-то задумался вообще. Ты задумался. А ты модератор, ты не должен думать. Да, извините. Но получается, если вот образ такой использовать на основании того, что стратегия какая-то... Я совсем у меня крыша поехала даже. Стратегия, получается, в отличие от проекта, особенность, это очень такая слабо уловимая иногда вещь. Вот там Оксана Сергеева написала, что могут быть принципы просто сформулированы, общие принципы. Ну или там еще выше, кто-то написал, что вот миссии есть, а миссию можно вообще на уровне ценностей. Мы верим в то, что... И вот это наша стратегия. И получается, что это такой объект, ну, он как стратегия, как объект оценки. Ну, действительно... И еще вот непредсказуемость, когда люди говорят, оцените мою стратегию. Мы приходим, кто-то, вернее, приходит, да, смотрит на стратегию и говорит, ничего себе вообще, да, как это все сформулировано. То есть, ну, отсутствие структуры, описание даже, это очень важно. Мне кажется, нельзя остаться на уровне... Я в комментарии короткий, чтобы... Мне кажется, нельзя остаться на уровне ценностей или принципов, потому что стратегия должна отвечать, то есть, ну, даже если речь не идет о плане, то на вопрос, как мы действуем. И, в принципе, как бы, что мы делаем, чтобы достичь, вот. А вот то, что мы делаем, оно базируется на принципах, нежели, там, скажем, на сценарном анализе, или мы выбрали, что вот мир будет развиваться так, а мы будем вот включаться в это развитие таким-то образом. Поэтому, конечно, к стратегии должна быть прибавка на уровне действий. Ну, я думаю, что это могла быть интересная дискуссия, и она в продолжении того, с чего мы начали. Есть ли у вас стратегии, и что вы понимаете под стратегией, да? И тут много могло быть мнений, наверняка. Еще один момент я хотела бы сказать, что важна, конечно, команда, которая реализует, да, верит и понимает, что делает, потому что были примеры, ну, например, в том числе вот в некоммерческих организациях, когда, как говорит Анатолий, было там пятидневное мероприятие. Мы пригласили очень много людей, партнеров, да, и как бы сделали документ очень большой такой, скажем, но и с планом даже действий получился. Но в итоге лидер организации уехал на, скажем так, обучение, да, и, по сути, документ он остался. А команда, даже несмотря на то, что они участвовали вот в сессии стратегического планирования, в общем-то, окунулись очень сильно в реализацию текущих проектов и программ. И, собственно говоря, стратегии, так сказать, не вспоминали. Но это, может быть, один из таких не очень удачных примеров, но, тем не менее, я хочу сказать, очень важно, когда мы говорим про стратегию все-таки, кто ее реализует, и при оценке вот эти факторы, они тоже важны. А можно я на эту тему, Джамиля, мне кажется, очень важную тему подняла, можно я один пример приведу из собственной практики? Пять лет назад, примерно пять или четыре года назад, я так пытался делать собственными силами некоторые исследования и смотреть, какое влияние произвели те или иные воздействия в некоммерческом секторе. И я смотрел вот Сороцкий центр искусств, который работал в Украине и оказал достаточно большое влияние на развитие всего. Я там обнаружил одну чудную вещь, например, что стратегия и там, и там была одинаковая, но было два руководителя. И один руководитель, фокус этого человека был, и это было связано, видимо, с личностными качествами, фокус был на поддержку художников или творцов, скажем так, вот вкладывать нужно ресурсы туда и так далее. И тогда это даст хороший эффект. Пришел другой руководитель, и в силу своих персональных качеств, там была ставка сделана при той же самой стратегии, том же самом почти практически борде. Ставка была сделана на развитие людей, которые создают эту инфраструктуру. И надо сказать, что эффект во втором случае, на мой взгляд, так я не довел до конца это исследование в чистом виде, что не получил все подтверждающие факторы, но достаточно заметно было, что второй результат оказал с точки зрения долгосрочного влияния значительно больше вещей. То есть, и понять это вот, и это исключительно зависит от людей, которые, собственно говоря, реализуют программу при одной и той же стратегии. Но обнаружить это снова только можно, когда ты посмотришь, как бы, ну, это быстро обнаруживается, если ты работаешь в этом отношении, но реализация стратегии зависит от людей, вне всяких самих. То есть, еще одно отличие, личностный такой фактор, да, тех, кто реализует или отвечает за реализацию стратегии, да, ответственных за, ну, если мы говорим о первых лицах. И даже командах. И даже командах, да. В чате есть комментарии у нас, или вопросы? Ну, тут такой комментарий от Юли, как я его понимаю, Богданова, о том, что, ну, вроде, если все идет хорошо, и вообще, как бы, и хорошо. Вот, если есть ощущение у людей, вот опять личностное, что все нормально, может, оно и оценка не нужна. Вот так. Мне кажется, вот этот комментарий нас плавно подводит к следующему вопросу, как ты считаешь? Да, да, да. Давайте двинемся. У нас следующий вопрос вот такой, уважаемые коллеги, уважаемые гости специальные. Занимается ли НКО оценкой своих стратегий? Если не занимается, то почему? Если занимается, то как это выглядит? Вот давайте об этом немножко поговорим и порассуждаем с чисто практической точки зрения. Вот как оно есть на самом деле. И я бы хотел в качестве тоже такой информации вводной предложить две цитаты из отчета, недавно опубликованного Центром развития филантропии фонда Потанина. Это отчет, который по их заказу проводил Циркон. И отчет называется «Какие знания нужны сегодня некоммерческому сектору?» Здесь ссылка на него, и после нашей встречи вы сможете, кто заинтересуется, скачать полный документ. Так вот, две выдержки из этого отчета, которые имеют отношение к этим вопросам, занимаются или не занимаются оценкой стратегии. Первая выдержка такая. Суть ее заключается в том, что половина примерно некоммерческих организаций пока находится в такой стадии развития, что им не до стратегии. И поэтому, ну, я бы из этого сделал вывод такой, что это значит, что вряд ли они занимаются оценкой стратегии. Ну, тут очевидно, да? А второе вот тоже интересное. Стратегическое планирование важно для молодых НКО, что вообще немного противоречит тому, что Джамиля сказала выше, да? Когда она сказала, что когда только начинает НКО свою деятельность, они часто просто от проектов отталкиваются, и потом появляется только стремление и стратегию разработать. И второе очень интересно. А также для НКО с большим бюджетом. Вот, если можно, я бы вот Джамиля попросил откликнуться для начала. Да, спасибо большое, очень интересный вопрос. Ну, я бы сказала, что 90... Во-первых, мы уже говорили о том, что стратегии, они существуют в некоммерческих организациях, не совсем, может, интуитивно, может быть, и не на бумаге, да? Ну, то есть по-разному. И вот сейчас действительно вот больше и больше убеждаюсь в том, что мало какие организации занимаются оценкой стратегии. Вот, а говоря, что... А говорить, если... Почему? Ну, на самом деле для некоммерческих организаций все-таки реализация проектов, мне кажется, первично важно со всех точек зрения. Для того, чтобы деятельность свою осуществлять, для того, чтобы показать деятельность, продвигать деятельность, да? Мне кажется, вот проекты, проекты, это все-таки первично, нежели реализация самой стратегии. Вот. А если занимаются, то я говорила уже, ну, например, есть опыт там ежегодного там представления результатов деятельности, которые включают вопросы реализации стратегии, как-то соотносятся, да? По поводу молодых организаций я уже говорила, вряд ли у них есть возможность оценивать, поскольку стратегии, по сути, нет, да? А те организации, у которых большие бюджеты, я бы сказала, наверное, так, они все больше все-таки заинтересованы и больше уделяют внимание тому, чтобы правильно реализовать те проекты, которые имеют эти большие бюджеты. То есть все-таки управление крупными проектами, имеющими крупные бюджеты, оно первично, нежели реализация стратегии. Вот так бы я сказала. То есть нет и нет в данном случае. Спасибо. Жамиль, а в продолжении правильно будет сказать, что вот ты это имеешь в виду, а когда этот большой бюджет вдруг станет заканчиваться, тогда возникнет вопрос о стратегии? Или это неправильно? Ну да, скорее всего, большой бюджет появился, потому что была стратегия, скорее всего. И это часть реализации стратегии. Но к тому времени, когда большой бюджет действительно заканчивается, тогда и стратегия нужна будет, потому что ты должен будешь понимать, куда двигаться дальше. То есть должен вектор быть. Спасибо. Там руки поднятые есть, по-моему. Ну ты скажи, Анатолий, а потом Жене скажи. У меня коротко. Мне кажется, что у стратегии есть еще одна такая вещь тонкая, что мы создаем иногда стратегии, под которые не существует ресурса. Ну вот, например, приведу пример на своей организации. То есть сейчас в сфере защиты прав ребенка в Украине очень сложная ситуация. Движение назад в систему такого Советского Союза, ближе к Советскому Союзу, очень сильно выражено. Интернаты защищают себя. В государственной политике происходит такой перелом. И, в принципе, такая ниша для занятий, чтобы обеспечить преемственность государственной политики, экспертность и понимание, что нужно делать в той или иной ситуации, когда возникают новые и новые вызовы, связанные с экономикой, ковидом и так далее. И занимай не хочу. Но для того, чтобы обеспечить такую нишу, нужны ресурсы. Нужно постоянно заниматься аналитикой, нужно постоянно заниматься правильными коммуникациями, выдавать на гора. И это очень ресурсозатратно. А мы, как организация, которая объединяет, мы Network, сеть организаций, которые работают в этой сфере. Экспертизы много. Но для того, чтобы эту экспертизу превратить в продукт, который мог бы играть вот такое влияние и роль, нужны огромные ресурсы. Поэтому пока есть большой бюджет, надо на начале думать и превращать в стратегию, чтобы потом, когда он заканчивался, переход был очень плавным. На остальные вопросы мы затрудняемся ответить, которые там были. Женя Алексеевна руку подняла, пожалуйста. Да, спасибо. Здравствуйте, Силыч, приятно всех видеть. Я хотела, знаете, что сказать, что вы тут говорили об интуитивной стратегии и о том, что у многих НКО она на интуитивном уровне существует. И мне кажется, что и оценка этой стратегии тоже на интуитивном уровне. У многих существует. Вот, например, мы не называем это оценкой своей стратегии, но мы постоянно ее пересматриваем. То есть мы каждый год собираемся, смотрим, как бы что сработало, что не сработало. И дальше вот как бы перестраиваем. Вот сейчас, например, действительно, когда есть средства, о которых Анатолий упомянул, действительно, это очень важно. И когда у тебя есть эти средства, вот этим сейчас заниматься. И вот мы сейчас изо всех сил, например, стараемся этим заниматься. И мне кажется, что формализованной такой оценки может быть и нет у НКО, там, у 50%. Но вот неформальная, когда НКО вдруг удалось отхватить какой-то хороший там кусок финансирования, мне кажется, многие, ну те, у которых немножко, так сказать, есть понимание того, как дальше развивать организацию, они обязательно начинают ее оценивать, создавать свою стратегию и как бы ее приводить в соответствие с имеющимися условиями. И искать другие, например, источники финансирования, вот как мы, например, сейчас. У нас сейчас, допустим, на полтора года есть вперед, да, но при этом мы уже вот сейчас задумались о разных возможностях там, привлечения и так далее. И пытаемся это претворить. Вот, спасибо. Можно я добавлю тоже пример из своего опыта? Это интересная вообще вещь, что если организация, ну, первое, если в организации все-таки свои стратегии выстраивает, формализует, и это интересно очень наблюдать, когда организация приступает к разработке новой стратегии, есть ощущение, что закончилось. Ну, просто даже по формальным признакам. Вот прошло три года, да, там, и мы, вот. Это очень интересно наблюдать, как вот происходит это, ну, может быть, интуитивная оценка. Говорят, а вот давайте вернемся, почитаем, да, что у нас было там три года назад. Иногда это в первый раз происходит. И вдруг неожиданно оказывается, что вообще-то что-то сделано. И, ну, вот, я думаю, что, скорее всего, чаще всего так происходит в НКО, да, когда нет какого-то формализованного процесса, но есть такое вот желание руководителей или сотрудников, да, как-то возвращаться к тому, что было задумано там некоторое время назад. И, ну, каким-то образом, да, интуитивно, неформализованно сравнивать и прикидывать, что было сделано, а что не было сделано. То есть я бы вот согласил, что чаще всего действительно процесс интуитивно идет, даже при наличии формализованной стратегии. Правда, это происходит в ситуациях, когда организации более-менее успешные. Ну, вот так вот есть ощущение успеха, да, нет ощущения, что это такой провальный период был, да, чаще всего это все-таки характерно для организаций, которые развиваются и движутся вперед. Вот я вот так сказал. Ну, я хочу тоже поддержать Женю, что я полностью согласен. Если у тебя на интуитивном уровне стратегия существует, то оценивать ее тоже только на интуитивном уровне можно. Вот другие инструменты будут очень странно выглядеть, конечно. Конечно. У нас вот вопрос есть здесь, занимаются ли, ну, просто это вопрос немножко назад, но может быть мы как бы им закончим, да, предыдущую тему. Все-таки, если организация НКО молодая, и, ну, год открыто, год как работает, должна быть стратегия разработана или нет. Это немножко шаг назад, мы уже стали говорить про оценку стратегии. И вот, да, возвращаясь к тому... Это вопрос в чате такой, да, Володя? Да, да, да. Володя, это в чате вопрос такой? Да, да. Все-таки вот это, ну, я вот глядя на твой слайд, тоже вернусь, да, здесь как бы есть какие-то спорные или даже противоречивые комментарии, но все-таки для молодой организации нужна стратегия или нет, да? Ну, и, соответственно, оценка, может быть, в будущем. Или все-таки это дело организации устойчивых, сильных и так далее? А давайте, Анатолий, то скажи. Можем мы как-то это завершить, спор, а то или... Мы его не завершим точно, но, Анатолий, интересно, вот что он думает, да. Ну, я точно думаю, что точно нужны стратегические цели, чтобы можно было там раз в год или раз в три года смотреть, чего мы достигли. А в идеале, если есть вот то, что Женя описывает, это когда уже вот практически стратегическое управление. Пусть вы молодая организация, но если вы значительно чаще собираетесь и смотрите, есть ли какой-то прогресс, хотя бы обсуждаете, смотрите, приблизились мы к цели. Может быть, стоит цели поменять на самом деле, поэкспериментировать. Потому что молодая организация всегда находится в сфере поиска, нужно пробовать, экспериментировать. Так что я бы сильно советовал. Это должно быть очень просто, мне кажется. Да, конечно, я считаю, нужна более того. Мы очень помогаем многим молодым организациям ее разрабатывать. Но в жизни опыт показывает, что в итоге стратегия забывается, а начинается поиск средств и поиск проектов. В большей степени, наверное, навыки в написании проектов тоже более актуальны. Здесь еще был вопрос, насколько поменялся подход в связи с пандемией. Хороший вопрос, мне он тоже нравится, потому что наша организация занималась тоже планированием инициативы. И прежде чем, конечно, когда в прошлом году мы ушли, скажем так, работать в большей степени удаленно. То есть был у нас вопрос, среди наших опросов, какие ограничения существуют для некоммерческих организаций. Но, возможно, многие организации работали, проводили этот опрос. И, конечно, одно из ограничений для некоммерческих организаций, особенно те, кто работают и настраивают диалог, то есть именно из стратегии у них были ограничения доступа и возможность общаться, участвовать в рабочих группах, физически прилетать в столицу. То есть вот такие вот ограничения были. И, конечно, мы вносили изменения и в стратегию реализации программы, и в целом в стратегию реализации организации, как все это нужно делать, устраивать. И, мне кажется, были много технологий, по крайней мере, у некоммерческих организаций и возможных, ну, именно связанных, чтобы онлайн организовывать процессы и думать о своих стратегиях, как в ближайшие год-два работать. То есть я бы так ответила тоже на этот вопрос. Спасибо. А я, можно, Володя, один короткий комментарий сделаю по характеру нашего обсуждения? Вот, коллеги, я сейчас наблюдаю, как идет, развивается наше обсуждение и сравниваю с тем, скажем, как мы разговаривали в прошлый раз. И отличия абсолютно явные. Когда мы говорили об оценке обучения, мы говорили только об оценке обучения. Мы вообще не говорили о том, как планировать обучение, какие методы использовать для проведения обучения, а что будет, если там семинар пошел не так. Мы такие вопросы вообще не обсуждали. То есть нам в прошлый раз удалось сосредоточиться исключительно на оценке обучения. Как только мы начали говорить об оценке стратегии, у нас как минимум половина разговора вокруг того, что такое стратегия, как мы разрабатываем стратегию, как мы меняем стратегию. И мы не про оценку говорим, а про саму стратегию. Мне кажется, это какой-то важный момент. Нужна она или не нужна, есть она или нет. Просто, видимо, тема сложнее намного, и какая-то она не такая, она неоднозначна. А можно я еще одну ремарку сделаю? Мне кажется, стратегический подход для маленьких организаций с небольшим бюджетом, он более экономичен, более экономически выгоден. Я в прошлой жизни работал все время в больших бюджетах, а сейчас работаю с такими небольшими бюджетами проектов. И если, честно говоря, если у вас разбросана такая стратегия, сейчас закончится, если у вас разбросанная деятельность по проектам, то они более сфокусированы, когда несколько проектов работают на одну стратегическую цель, то в обслуживании эти проекты бешено дороги, понимаете, и они требуют огромного количества времени, непрямых расходов, усилий. Другое дело, когда ты работаешь, у тебя три проекта, которые работают на одну стратегическую цель, они объединены. Тебе гораздо проще с ними работать. И это приводит, когда ты занимаешься многими вещами или просто находишься в поиске, таком нестратегическом, то это приводит к выгоранию, к усталости, к нежеланию, к какому выгоранию. Я хочу ужасную вещь сказать. Вообще, я, конечно, за то, чтобы стратегия разрабатывалась, но вот это дальше ужасная вещь будет. Я очень много видел организаций, которые абсолютно нормально живут, и у них нет стратегии, и особенно молодых. И они как бы, ну, нормально с точки зрения того, что они функционируют, платят зарплату, выполняют проекты, что-то меняют в мире к лучшему и обходятся без стратегии. И, с другой стороны, я тоже видел очень много случаев, когда так называемое стратегическое планирование, оно носит больше ритуальный характер. То есть люди пришли, особенно, ну, если приглашен со стороны человек, который там как-то это фасилитирует встречу, и особенно если с выездом пару-тройку дней, хорошо провели время, сделали все, что их попросили, и на этом все заканчивается. То есть как бы ритуал выполнен, и потом никто вообще на это не обращает внимания, вот как Джамиля говорила. Это остается просто таким результатом. Поэтому, мне кажется, тут от очень многих факторов зависит. И вот такой однозначный ответ, ну, не знаю, не так просто это все. Спасибо. Ну, мне кажется, для нас что важно? Если мы говорим об оценке стратегии, да, наверное, нужно сейчас отбросить ситуацию, когда стратегии нет, да, и тогда не стоит вопрос об оценке. Давайте мы вот двинемся дальше. Я предлагаю, допустив, например, хотя бы, пусть кому-то это покажется сложным или странным даже, да, или неприемлемым, допустив, что стратегия у организации есть, да, и что она нужна, она более-менее формализована и может быть сформулирована, и как бы, и тогда перейти к вопросу, а как с этим иметь дело, как оценивать ее, и нужно ли оценивать. Вот я предлагаю такой сдвиг сделать. Следующий вопрос, да, Валовик? Да. Ага. Да, я такой переход сделал. Да, отлично. Спасибо, да. Значит, следующий вопрос такой. Мы все понимаем, что когда проводится оценка, то она отвечает на какие-то вопросы. И оценка программы, оценка проекта, задание выглядит как ряд вопросов, на которые нужно ответить обоснованно. И, соответственно, оценка стратегии, в общем-то, тоже, может, и должна отвечать на какие-то вопросы. И вот здесь есть варианты вопросов, предложенные в книжке Пэттона и Патризи. И они, видите, сформулировали некоторые вопросы, которые будут релевантны для момента, когда мы только начинаем реализацию стратегии. По ходу реализации стратегии могут быть вопросы. И в пункте назначения, когда вроде бы стратегия реализована, и, соответственно, характер вопросов несколько иной. Вот у меня, наверное, можно, оттолкнувшись от этого, поговорить о том, на какие же вопросы может давать ответы оценка стратегии. Мне кажется, время какое-то прочитать надо. Да, Женя. Спасибо. Мне кажется, что это очень полезные такие вопросы. Мне кажется, что это просто очень здорово. И на самом деле, опять же, из опыта нашей организации мы, в общем, именно по ним как бы так и идем. И было бы здорово только это формализовать, на самом деле. Я благодарна за представленную такую таблицу, которая лично мне, например, будет очень полезна для нашей организации. Прямо здорово. Потому что иногда забывается из этого что-то. То есть, ну да, мы оцениваем, конечно, но вот чтобы формализовать, это прям классные вопросы. И они совсем не такие прям заумные и сложные. Пугающие, я бы даже так сказала. Поэтому вот здорово. Мне очень нравится эта табличка. Я бы добавил сложный вопрос. Работала команда на стратегию или нет? Или готова она работать? И, может быть, есть ли ресурсы для реализации стратегии, если мы на начальном, на старте? Да. Я добавлю тогда, пока все думают, я добавлю вот в этой же книжке, Пэттен и Патризи, она про оценку стратегии, вообще вся книжечка. Кстати, она опубликована всего лишь в 2010 году под рубрикой «Новые направления в оценке» к вопросу. Так вот, они также указывают на то, что один из вариантов, о чем можно подумать, когда оцениваешь стратегию, это насколько хорошо согласованы разные компоненты стратегии, насколько они взаимосвязаны, насколько один вытекает из другого. Ну, например, они особо описывают там целый раздел, есть небольшой, когда они говорят о том, что вот должны быть, могут быть вопросы, которые про то, как связана позиция и перспектива. То есть, если мы, например, говорим, что мы оказываем все услуги узкому кругу благополучателей, то тогда следующий вопрос будет, насколько у нас выстроена деятельность, теория нашей деятельности соответствует такому позиционированию. Не наоборот. Вот еще взаимосвязь между компонентами или принципы, да. Например, вот у нас есть определенные принципы, а дальше мы формулируем определенную там позицию или перспективу, насколько это согласуется с принципами. Вот еще такие могут быть вопросы. У нас там есть вопрос один, ну, там один вопрос от Ларис Пельгун, как это делать, да, там, и она сформулировала вопрос, который донор задает в данном случае, соответствует ли деятельность организации, которую он поддерживал, стратегия, да, то есть он поддерживал определенные, вот тоже интересная вещь, донор надеялся, да, то есть он видел, как бы, да, и раздавал деньги организациям с определенной стратегией, как я понимаю. И после того, как эти деньги, ну, использованы, да, вопрос, а соответствует ли деятельность, да, и так далее. Но это, как бы, у нас будет следующий, да, кусочек по поводу того, как оценивать. Тут Мария Шварц просит уточнить, а в чем разница между вторым и третьим вопросом в первом столбце? Это вопрос, что может произойти, если стратегия окажется успешной, каковы ожидаемые результаты реализации стратегии, какие результаты мы надеемся получить, в чем разница между этими двумя вопросами? Я думаю, это моя догадка, надо было бы лучше авторов спросить, поскольку это перевод с английского, но мне кажется, что разница заключается в следующем. Ответ на первый вопрос такой, вот у нас есть определенный вектор, да, определенные линии поведения, определенные стратегии. Если у нас все получится, что может произойти, хорошего или плохого, и там, включая разные эффекты, да. А последний вопрос, если у нас в стратегии заложены ожидаемые результаты, то тогда, как бы, особое внимание уделить тому, как они сформулированы. Конечно, они пересекаются, просто чуть-чуть по-разному взгляд на стратегию. Может быть, еще вопрос в пункте назначения, что из того, что хорошо получилось, можно взять будущую стратегию? И почему, допустим, да, тоже, может быть. Ты бы добавила, да, Джамиль? Да, можно было бы добавить, потому что уроки, про уроки есть, а вот про то, что получилось хорошо, какие-то элементы и проанализировать, почему получилось хорошо, и можно ли взять будущее. Мне кажется, еще здесь формулировки разные, вот именно ориентированы про то, что мы говорили, про разные отношения к стратегии, да. Ну, то есть, может быть, сформализованной стратегией с описанными результатами, тогда более адекватен третий вопрос, да, как бы. Ну, то есть, если организация здесь на старте, если организация настроена на то, чтобы были формализованы, но вообще-то, может быть, вот, мне кажется, второй вопрос, это вот к сфере, к тема НКО, у которых стратегия может быть, ну, более интуитивной, да, то есть мы мыслим образами, скорее всего, а не какими-то точными формулировками, да, результатов, там, в терминах направлений, а не в терминах достигнутых задач. Вот, мне кажется, здесь тоже разница вопросов, она учитывает разные отношения и разное понимание, что такое стратегия организации. Я еще добавлю, коллеги, знаете, вот принципы же часто бывают элементом стратегии, да, один из компонентов, когда мы описываем, бывают принципы нашей деятельности, да. И вот Майкл Пэтмен предложил подход к оценке, вообще к оценке, называется Principles Focused Evaluation, то есть оценка, фокусированный на принципах. И там все вопросы, они вокруг принципов. Как они сформулированы, насколько они измеряемы, насколько мы следуем принципам и так далее, и так далее. И вот могут быть еще такие вопросы, которые вокруг принципов и даже, может быть, вокруг ценностей. Тут посложнее, но тоже могут быть связаны с ценностями тоже. А то, что Лариса задала вопрос, мне кажется, он очень важный, потому что, ну, тут целое тоже может быть отдельное обсуждение. Когда донор какую-то реализует программу, конечно, эта программа, через нее реализуются стратегии донора. У донора есть стратегия, через программу реализуются стратегии. И, по идее, те проекты, которые поддерживаются в рамках программы, они должны быть логически согласованы с теми задачами, которые в стратегии заложены. И если изначально этого не произошло, то тогда, конечно, могут быть результаты не очень. Можно вспомнить исследование Высшей школы экономики, которое у нас посмотрело в России некоторое время тому назад, значит, национальные стратегии. И программы, которые на уровне ведомств разработаны, тоже федерального уровня, и там не очень соответствовало. Поэтому вот эта оценка согласованности программы, проектов и стратегии, мне кажется, может быть очень тоже важным аспектом, конечно. Но лучше это делать на стадии, когда только все начинается. Ну вот, еще Юлия Богданова есть комментарии, я бы ее так интерпретировал, комментарии относительно. Может быть, еще один вопрос, вот, по-моему, Анатолий тоже про это говорил, а в какой мере вообще то, как организация выстроена, соответствует ее стратегии? Ну или наоборот, в какой мере стратегии соответствует тому, как организация построена изнутри? Ну вот, может быть, и у Ларисы Пельгун, да, когда она задавала вопрос, там доноры тоже может интересовать, да, потому что, ну, условно говоря, может быть глобальная какая-то стратегия, при этом небольшая организация с ограниченным количеством ресурсов и, в общем, без намерений на самом деле менять мир. Вот это тоже очень важная штука. Ну или, например, если это профессиональная организация, оказывающая услуги, в какой мере те, то, как структура выстроена, соответствует уровню и сложности оказываемых услуг, например, да, и вот это тоже, мне кажется, небловажный момент. И вопрос, который может задаваться при оценке стратегии. А вот дальше двигаться? Ну все-таки, да, как? А как тогда? Да. И у нас следующий вопрос, да, кто, когда и как может провести оценку стратегии НКО? И я, коллеги, несколько соображений очевидных, которые на поверхности просто озвучу и потом перейдем к обсуждению и тоже начнем, наверное, с наших специальных гостей. Значит, первое соображение такое, что, ну, наверное, можно говорить о двух вариантах, если кто. Это может быть внешняя оценка, когда человек, не работающий в организации, привлекается для оценки стратегии этой организации. Или, может быть, самооценивание. И то, и другое, как бы, имеет свои плюсы, свои минусы. Об этом можно поговорить. В том числе было бы интересно поговорить о том, что реалистично для некоммерческой организации, более реалистично. Следующий момент, связанный с вопросом, когда может проводиться оценка стратегии. Тут два аспекта, может быть. Первый, вот если мы с вами посмотрим на цикл стратегического управления, как его в учебниках рисуют, то вообще-то здесь оценка появляется в какой-то момент. То есть вот мы проанализировали, спланировали, реализовали, и тут она, оценка появляется. Но вообще-то, конечно, это не совсем так, и оценка может присутствовать на всех стадиях цикла стратегического управления, только будет разная оценка. Это будет оценка ситуации, оценка плана, оценка реализации и оценка результатов. Кто-нибудь сейчас скажет, еще, может быть, даже и результаты надо разделить непосредственно по окончании реализации, и отсрочены могут быть какие-то результаты. Так же, как в проекте. И второй аспект, мне кажется, здесь тоже, который, может быть, мы хотим обсудить, это когда случается оценка стратегии. Вот Евгения Алексеева, она сказала, мы вроде как вот каждый год собираемся пересматриваем. То есть может она случаться тогда, когда мы ее запланировали, просто идем по плану. Может, наверное, случиться в случае каких-то обстоятельств внешних, которые мы не предусмотрели, и явно они, ну, как пандемия, нас вынуждают пересматривать стратегии и так далее. Какие-то могут быть факторы, влияющие на когда, да, ответ на вопрос когда. И последнее, как проводить оценку стратегии. И здесь общее соображение такое, что, судя по всему, несмотря на то, что стратегия, как объект оценки, конечно, отличается от проекта и программы, тот арсенал методологический, который наработан в сфере оценки программы проектов, а там, на самом деле, люди уже давно стали за рамки программы проектов выходить, и они стали говорить об оценке деятельности и так далее. И арсенал огромен, и мы думали, вот какую ссылку дать. Ну вот здесь есть презентация, в которой дан обзор на основании книжки Майкла Пэттона, 79 подходов к оценке, 79. И тут более 200 ссылок на интернет-источники, в том числе русскоязычные, которые вы можете посмотреть. То есть вроде получается, что методологический арсенал серьезный, и можно много что использовать для оценки стратегии из того, что мы умеем уже при оценке программ. Возвращаясь к вопросу, кто когда и как может провести оценку стратегии НКО? Джамиля, что ты скажешь? Я уже частично говорила, конечно, важно проводить в самом начале, когда мы разрабатываем стратегию, да? То есть процесс... Такая прогностическая, да? Да, 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 да. В процессе реализации стратегии, то есть это можно делать на ежегодной основе, либо раз в год, да. Многие говорили о том, чтобы делать такое как бы в своих организациях. И по завершении все-таки вот те вопросы, которые предыдущие до этого были, да, мне кажется, они уместны, и очень важно задаваться как самим членам команды, так все-таки приглашать тех, с кем, может быть, вместе реализуется эта стратегия. Ну, либо, например, в части некоммерческих организаций, это могут быть те же представители, допустим, кто реализует проекты, либо, скажем, участники проектов, тоже можно будет, в принципе, их приглашать, насколько, мне кажется, именно в процессе реализации стратегии или после нее. Ну, то есть сами, конечно, сами организации должны заниматься самооцениванием в большей степени, ровно так же, как и приглашать внешних консультантов, потому что взгляд со стороны, он всегда более объективный, ну, на наш взгляд, и как-то важное, наверное. Спасибо. Вы знаете, а мне… Да, Анатолий. Комментарий. Ну, мне кажется, Джамиля полностью все раскрыла, и добавить особенно нечего. Единственное, вот можно проапеллировать к вопросу, который был задан чуть раньше, и, может быть, на этом примере разобрать вопрос, кто, когда и как может проводить оценку стратегии, вот только не НКО, а там был вопрос о государственных стратегиях. Нужно ли их проводить или нет вообще, должны ли они… Там был вопрос еще про разницу между государственной стратегией и государственной программой. Я всегда с бизнесом сравниваю, мне всегда интересно делать такое сравнение для того, чтобы делать выводы для жизни некоммерческой. А тут с государственными можно сравнить и посмотреть. Вот, на мой взгляд, стратегии государственные обязательно нужно проверять. Почему? Потому что здесь все известно. Здесь известен собственник, это, в общем, народ, да, то есть здесь известны цели, как правило, они очень четко сформулированы, известны ответственные кто. И самое главное, мы точно в государственной стратегии, там, ну или программы, может быть, иногда, они идут речь об общественном благе, которое все должны почувствовать, которое связано. То есть очень хорошие индикаторы существуют. И у государства есть ресурсы. То есть вот здесь, в отличие от НКО, интуитивной стратегии быть не может. Или, по крайней мере, она должна быть формализована точно. И поскольку собственник все мы заинтересованы, то в отличие от учредителя, который там в фонде где-нибудь, может быть, не сильно ему нужен ответ на вопрос, реализована моя стратегия или нет, потому что у него там другие цели связаны с этим, или это вторичное дело. Вот здесь народу важно знать, произошло или нет. Другое дело, что, а, да, другое дело, что собственник, это вот народ, который должен благо получить, вот, он очень удален от процесса стратегических решений. Он голосует раз в пять лет, и, собственно говоря, это очень опосредованное решение. Поэтому обычно это должно быть сведено, государственная стратегия, на уровень политической воли, которая должна присутствовать. То есть кому-то это должно быть надо, из тех, кто реализует волю народа. Но там дальше проблема возникает с тем, а кто же будет делать оценку этого всего. И, как правило, это делает то, что тот, кому важен не результат, а тот, кому важна оценка и наказание или одобрение, он и является заказчиком. То есть обычно этот же менеджмент, который реализует программу, он выступает заказчиком. И тут у меня большие сомнения в качестве. Понятно, что это должна быть внешняя оценка, хотя иногда и пользуются внутренне. Но и тут большие вопросы, связанные с конфликтом интереса, и может ли он быть разрешим в случае государственной стратегии. Вот я такой взгляд. Мне было просто очень интересно сравнить жизнь некоммерческую с государственной. Ну, а мы вернемся к НКО. Какие-то есть еще комментарии, коллеги? Я готова тоже ответить. Да, Нина, пожалуйста. Добрый день всем. Очень важная и значимая для нас тоже тема. Конечно, мы занимаемся в большей степени самооценкой, потому что... Но в данном процессе мы, естественно, и включаем, и вовлекаем. Но, естественно, проводим мониторинговые какие-то, в любом случае, процессы. Но включаем в оценку наших партнеров часто. Те, которые рядом вместе с нами, и те, которые смотрят на нас. И вот с этой точки зрения, мне кажется, очень значимо, когда мы тем более в кооперации с кем-то объединяем ресурсы совместно. Понятно, что здесь уже не только НКО, в частности, наша, занимается реализацией как проектов программ, в том числе связанных и с общей стратегией, но и те партнеры, которые непосредственно завязаны с нами вместе в одну линейку. Очень согласна с Анатолием, что когда сравниваем деятельность НКО, в том числе и с бизнесом, это помогает именно выстраивать деловые отношения и смотреть на ресурсы, на результат, как это сказывается. А вообще очень хорошим фактором для оценки стратегии является такой жизненный пендаль, когда все меняется, все рушится, и ты вынужден все оценивать, причем достаточно тщательно, со всеми ресурсами, со всеми партнерами, со всей командой, ты садишься и работаешь по разным направлениям для того, чтобы выстраивать эту стратегию в соответствии с теми трендами, которые сейчас, в соответствии выстраиваешь эти новые тренды, бренды и так далее, для того, чтобы выживать, для того, чтобы соответствовать своей миссии и выполнять ее, и для того, чтобы быть эффективным, в конце концов, и получать достаточно нормальный результат. Особенно сейчас, ну, по крайней мере, для нас этот процесс случился в прошлом году, и мы вот сейчас в течение этого полугода занимаемся как раз корректировкой наших стратегических направлений. У нас где-то пять партнеров, которые вместе выстраивают общую стратегию, естественно, встраиваясь. Понятно, что мы смотрим и в разные стороны, что называется, на государственную политику и на те процессы, которые происходят, и в то же время четко оперируем к тому, чего мы-то хотим и что для нас значимо и важно. Вот, собственно, что можно сказать, но в основном это, конечно, все-таки самооценка, но с привлечением взгляда со стороны. Вот как-то так. Спасибо. Можно я тоже? Давайте, да, еще один комментарий и дальше пойдем, да? Я просто очень коротко хочу сказать, что на самом деле я считаю, что обязательно нужно все-таки с привлечением внешних оценщиков это все проводить. И на мой взгляд, это дает лучшие результаты, потому что, конечно, когда ты изнутри, мы, естественно, тоже это делаем, но все-таки это глаз замыливается, поэтому внешне, мне кажется, и нужно закладывать, вот у очень многих НКО не заложены ресурсы на это. И нужно вот стратегически тоже мыслить и закладывать на это ресурсы. Вот. Мы как раз с этим сталкиваемся. Женя, получается, что ты прямо нас подвела к следующему вопросу, и вопрос заключается в том, нужны ли особые компетенции для проведения оценки стратегии НКО. Вопрос откуда возник? Вот ты сказала сейчас, что внешних привлекать, а где они, те люди, которые знают, как оценить стратегию? То есть мы сейчас можем много довольно людей указать, найти, кто занимается оценкой программ проектов. А вот кто умеет оценивать стратегию и где таких людей найти? И мы, когда готовились к этому заседанию нашего клуба, мы, знаете, сделали следующее. Я вот сейчас пару слайдов покажу, и потом перейдем уже к заключительному обсуждению. Мы подумали, что на самом деле, конечно, все, что связано со стратегией, оно относится в первую очередь к тематике управления организацией, организационное развитие, оно не относится к разработке программы проектов и к оценке программы проектов. И поэтому мы сравнили, а компетенции описаны и там, и там. И мы взяли и сравнили компетенции специалиста по оценке, компетенции специалиста по оргразвитию. Сходство обнаружили, безусловно, то есть это связано с методами исследований, с навыками консультирования, как такой специфической деятельности, когда прямого влияния нет, но помогающая вроде бы такая деятельность. То есть, безусловно, навыки коммуникации, пересечения тоже, и межличностное общение, управление проектами и там, и там, и этика. Вот это где пересекается. А теперь вот где отличия мы обнаружили. В оценке программ – знание программ, в организационном развитии – знание организации. В оценке программ более основательная может быть исследовательская база, в организационном развитии может быть более глубокие знания психологии. В оценке программ и количественные и качественные методы, сегодня говорят о смешанных методах, в организационном развитии есть все-таки акцент на борщать и понимать. В оргразвитии умение воздействовать, потому что там в конечном итоге ведь не заканчивается все организационной диагностикой, а там дальше надо что-то, чтобы изменения происходили в организации. И, наконец, в оценке программ – результат полезной информации, а в оргразвитии – результаты изменения. Это если вот такой взгляд на компетенции специалистов по оценке программ по оргразвитию. И мне кажется, вот один из выводов здесь, и мне кажется, сегодня это звучало, что вообще-то, если поставить рядом специалиста по оценке программ и руководителя организации и сказать, что надо оценить стратегию, то в чем-то руководитель организации, может быть, будет иметь преимущество. И именно это касается понимания того, как живет и развивается организация. И это понимание не обязательно присутствует у человека, который хорошо знает программу и умеет их оценить. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, у нас время подходит к концу. И вот… Может, Анатолий с Джамилей спросим напоследок? Да, может быть, какие-то вопросы, комментарии, соображения какие-то. Как-то не очень завершенно получилось, с моей точки зрения. Вот это мой комментарий такой. Сейчас завершим. Вот мы Анатолий с Джамилей спросим. Да. Вот такой вопрос, Толь. Ну, я соглашусь с приведенной до этого двумя слайдами. То есть, ответ, нужны компетенции особые для оценки стратегии, да? Ну, человек был, может быть, должен быть более стратегичным. Наверное, не знаю. Леш, трудный вопрос для меня. Ну, на мой взгляд, если это касается некоммерческой организации, конечно, он должен понимать предметную деятельность. Ну, на мой взгляд, да, какие-то основы оргразвития тоже. И понятно, что и предметная все-таки, да, о некоммерческой деятельности, о некоммерческих организациях. Человек, который занимается оценкой стратегии некоммерческих организаций, все-таки должен, я думаю, понимать, знать. Например, то есть, такие вот долгосрочные, отложенные результаты и так далее. Роль сложной системы понимать. Опять-таки, потому что стратегические процессы – это крайне сложный процесс. А вот тут вопрос еще есть дополнительный от Марии Шварц. Если мы оцениваем какую-то стратегию, да, там, ну, нужны ли какие-то дополнительные знания именно в области вот этой специальной, в области там, где стратегии реализуются? Не знаю, там. Предметная, предметная область. Да, предметная область, да. Да, я именно об этом говорю. Все-таки стратегия, она же к чему-то, она, допустим, по отношению к каким-то, ну, имеющимся в той стране конкретной, где работает некоммерческая, или в том регионе, да, есть документы основополагающие, какие-то по деятельности некоммерческих организаций, да, какие-то законодательные вещи. Плюс еще среда, наверное, где работают организации. То есть, безусловно, нужны знания, да, мне кажется, нужны. Просто стратегия, реализация стратегии дико зависит, от внешних условий, что происходит во внешнем мире. И, соответственно, нужно понимать контекст, в котором в этот момент находится некоммерческая организация. Иначе просто специалисту по оценке понадобится безумное количество времени, чтобы это все внедрить. Но не получается ли тогда, что, поскольку стратегия, ну, что самооценивание вообще это такой более продуктивный или, может быть, ну, преимущественный путь оценки? Потому что, ну, если допустить, что организации работают еще в предметной области, а кто лучше нее знает? Ну, или такие же организации, да, или коллеги там, но, по крайней мере, это круг именно специалистов в предметной области, да, какой-то. Не любой внешний человек, очевидно. Если мы говорим о том, что контекст и специфика этой области важна, ну, ее понимание важно. Лена? Тоже такой момент. А, Лена хочет, да, извиняюсь. Нет, я просто хотела сказать, что, ну, мне кажется, что сейчас складывающая ситуация, конечно, больше подталкивает нас хотя бы к тому, что мы проводили самооценивание. Тем более, что, ну, как бы, мне кажется, при оценке стратегий, даже если мы приглашаем внешнего специалиста, уж как важны этические вопросы и доверие в обычной оценке, там, проектов, программ, то по стратегиям вот это, условно говоря, доверие должно быть абсолютным, иначе, честно говоря, не произойдет полноценной оценки, и потому что это все равно связано с вопросами управления организацией, и со стратегическим, и менеджментом, и с функциональным. То есть там много таких аспектов, которые, ну, как бы... Чувствительные очень темы. Очень чувствительные, да. Лен, и тем более, тем более, что оценка стратегии, она как бы встроена как часть разработки стратегии, да, и получается, что здесь естественным образом самооценивание органично очень получается. Вот, я тоже хотел то же самое предложить. Я просто вспомнил государственную программу, о которой задумался Блэр, когда у Блэра делались изменения в системе школьного образования. Он просто создал специальный офис, и он вшил систему оценки в процесс само реформирования. Он сделал его независимым, но внутренним, и выстроил систему сбора достоверной информации, иначе не получится. И, может быть, нужно делать то же самое. Мы сейчас думаем, у нас там около 30 организаций в нашей сети, и, может быть, вшит таким же образом, что когда люди проводят какие-то вещи и делают оценку у себя, то есть, может быть, пишут какие-то вопросы и проводить тоже какой-то скрининг или оценку, постоянно смотреть, что происходит. Но пока мы просто не знаем, как это сделать. Но, может быть, получится. Можно я покажу результаты опроса, которые мы вначале провели? В завершении как раз, перед завершающим комментарием. Вот, уважаемые коллеги, есть ли у вашей организации стратегии, это наши участники семинара. Чуть меньше 60% говорят, что есть, и по 20% говорят, что нет, или затрудняются ответить. Вот что мы сегодня имели. Ну, здесь, конечно, ну, хотя если просуммировать нет и затрудняюсь ответить, то это 40 на 60. Интересно. Уважаемые коллеги, мы плавно так, в наше время заканчивается уже. У меня все равно есть ощущение, что недоговоренности или недообсужденного, или каких-то вопросов больше, чем было на первом заседании, когда мы рассматривали оценку обучения. Не знаю, согласитесь ли с этим мнением или нет. У нас тут уже есть такое предложение, я последний комментарий просто читаю, что есть предложение зарегистрировать саморегулированную организацию, наверное, оценщиков, не знаю, заниматься оценкой деятельности. СССР говорит, что возможно, что экспертиза стратегии – это какая-то специальность будущего такая. Возможно, что это такое, может быть, как доверенные лица какие-то, или вот. Ну, давайте мы на этом завершим. У нас, вообще-то, заседание клуба будет продолжаться, и, может быть, мы вернемся к этому. Значит, тут много вопросов было относительно записи семинара и презентации. Вот опять, семинары, я путаю, у нас запись клуба. Я не знаю насчет записи, я тут уверенно написал, что мы разошлем всем участникам ссылку, по крайней мере. Про это Марина знает. Да. Запись точно велась и ведется до сих пор. Да, и презентацию точно мы разошлем. Не знаю, насколько будет интересно запись смотреть, но, по крайней мере, эта вещь открытая. И мы должны завершать. У Леши был еще один слайд последний, да, завершающий, но я его озвучу. Мы все-таки решили продолжать эти встречи и делать их регулярными, да. У нас второй опыт такой. И мы ориентировочно, ну, шагом в месяц эти встречи будем организовывать. То есть сейчас примерная дата следующей встречи – это 12 августа. но в той или иной мере мы можем там варьировать дату, потому что есть мнение, что лучше пятницу делать, а 12 – не пятница. Ну, по крайней мере… А зато пятница – 13-й, и совсем все плохо. Ну, а может быть, мы перебьем тенденцию. То есть следующее свидание – мы ориентируемся вот на эти даты. Теперь по поводу тематики. Ну, вы знаете, пока клуб складывается, мы взяли на себя такую вот, ну, какую-то ответственность, что-то предлагать интересное, в первую очередь, что интересно нам, честно говоря. Вот я как бы за организаторов сейчас всех озвучиваю, но тем не менее мы стараемся какие-то тенденции озвучивать, но все-таки тема и точная дата будет объявлена чуть позже. Поэтому если есть предложение, то можно написать, что бы стоило обсудить, может быть, не прямо сейчас в чат, а просто ответом на письма, которые вам приходили при регистрации. Адрес есть на слайдах, а презентацию вы получите. И я хотел сказать отдельное спасибо нашим специальным гостям, Джамиле и Анатолию, а также всем, кто сегодня выступил и активность проявил, и комментарии писал. Большое спасибо. Мы стараемся искать какую-то форму, чтобы сбалансировать участие. И спасибо всем, кто поддерживал. Леша, можно вот так аплодировать перед экраном, людям приятно. Как, Марин, покажи еще раз. Вот так вот. Ну давайте поаплодируем. Я в завершение хотел сказать, что несмотря на то, что мы как бы вот... Иногда даже язык у нас разный очень, да, для того, чтобы выразить какие-то вещи, и тематика непростая. Но я думаю, что единственный способ как бы добиться такого понимания – продолжать встречаться. И я надеюсь на следующей встрече, и надеюсь, что вам будет интересно, и нам будет интересно, и, ну, и как-то вот полезно. Пожалуй, на сегодня все. Спасибо. До свидания. До свидания. Огромное спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.